Тоже еще пришел вопрос во время онлайна, Катя пишет, где-то читала, что существует какая-то прививка от аллергии, которая снимает симптомы аллергии лет на 15-20. Это правда? Очевидно, Катя все-таки говорит об аллерговакцинации. Действительно, аллерговакцинация во всем мире очень-очень такое хорошо развивающееся направление. И аллерговакцины, они за рубежом высокотехнологичны. И, в общем-то, введение аллерговакцин для того, чтобы предотвратить прогрессирование аллергозаболевания, может ограничиться 3-4 введения аллерговакцины. И это, естественно, несопоставимо с тем, что, допустим, мы сейчас вводим нашим пациентам, допустим, каждый день, если это по ускоренной схеме, то иногда может быть от 2 до 4 инъекций, так 7-10 дней. Понимаете? Поэтому, скорее всего, идет речь о высокотехнологичных вакцинах, аллерговакцинах, которые вводятся всего несколько раз и действительно приводят к улучшению течения заболевания. Думаю, так. А еще, Катя, спросите, а есть какая-то определенная диета при лицевой аллергии? Что нужно принимать, а что вообще не нужно? Вот я все-таки хочу немножко вернуться к предыдущему вопросу. Хотела бы также, наверное, предупредить, в период обострения аллергических заболеваний, вот, тоже, тоже, это касается и, опять же, самолечения. Или, если человек попадает к неспециалисту в этих вопросах, нередко используются без надобности системные глюкокортикостероиды, которые действуют очень долго, длительно. То есть, вместо того, чтобы пациенту назначить правильную схему лечения и рассказать действительно, что можно, а что нельзя, для того, чтобы быстро достичь эффекта, вводят гормоны, вводят гормоны длительного действия. И, действительно, пациенту это может понравиться, потому что быстро уходят симптомы. Но тут возникает следующий вопрос. Это тупиковая схема, по ней идти нельзя, иначе вот такой метод лечения приводит к тому, что потом человек страдает и остеопорозами, и ангиопатиями. То есть, целый комплекс заболеваний возникает в следствии такого лечения. Ну и что касается, что можно, если что нельзя, я бы советовала людям, которые страдают пульсовой аллергией, и вот по нашим данным, от 30 до, по разным данным вернее, от 30 иногда указывают до 70, до 60% людей имеют перекрестную пищевую реактивность. Поэтому, все-таки, кроме того, что подтверждается диагноз пульсовой аллергии, следует пройти дополнительное возможное исследование, которое будет говорить, имеются ли у вас конкретно какие-то пищевые перекресты с пищевыми продуктами, и что вам именно конкретному данному пациенту можно есть или нельзя. Потому что, допустим, если человек страдает аллергией, опять же, к пульсовой березы, мы с вами уже говорили, что там могут быть перегресты к косточковым растениям, допустим, к сельдерею, к орехам. Но ему можно есть совершенно спокойно другие растительные продукты. У людей, которые страдают аллергией уже к зерновым травмам, к луговым травмам, там возникают совершенно другие рекомендации. Это очень индивидуально. Такой вопрос. Часто у людей бывает аллергия на домашних питомцев. Как с этой проблемой решить, не избавляться уже от единой питомца? Да, я вас понимаю. Этот вопрос действительно для многих актуален. Я вам скажу, что, в общем-то, есть вакцины, аллерговакцины, которые помогают справиться с аллергией к, скажем, к шерсти животных, это кошек или собак. Есть такие аллерговакцины. Но, к сожалению, они не производятся на сегодняшний день в Украине. За рубежом они есть. Наверное, очень дорогие, да? Знаете, вот все-таки мы... Для нас еще Украина имеет преимущество то, что производят свои аллергены. Они, в общем-то, доступны для наших людей, для наших пациентов. Производят уже не первый год. Такие страны, допустим, наши соседи, как та же Беларусь, Грузия, они не имеют своих... Ну, постсоветские страны, они не имеют своих аллергенов, они закупают за рубежом. Поэтому, конечно, отечественная аллерговакцина доступнее, дешевле. Зарубежная аллерговакцина дороже, но это того стоит. Такой вопрос. А если вообще не лечить аллергию, ну, неважно на что, какие-то могут быть серьезные осложнения, проблемы со здоровьем, художество? Да, бывает. Мы нередко имеем... Как правило, у нас вот контингент наших пациентов, это чаще всего молодые люди, вот, или люди среднего возраста. И особенно, когда у нас вот юноши, или девушки 18-20 лет, иногда это скорее вот парни, которым хочется игнорировать то, что у него есть это заболевание. То есть они, ну, всячески не хотят, несмотря на то, что присутствует абсолютно объективный набор информации об этом пациенте, об этом человеке, что да, так и это есть. Ребята это часто игнорируют. Игнорируют, и это приводит к тому, что не уйдет заболевание само по себе. Пока организм молодой, он пытается скомпенсировать все... Какие-то проблемы могут протекать латентно, скрыто. Да, организм, иммунная система пытается скомпенсировать все вот эти проблемы, но с годами эти проблемы, они становятся все более очевидны. Поэтому заболевание само по себе вряд ли пройдет, и игнорировать его нельзя. Не запускай главное, да? Да, вот я именно об этом. Такой вопрос интересует. А есть, существует ли такая аллергия на холод? Говорят, что у меня есть знакомая, которая моет руки в холодной воде, то говорят какие-то покраснения, зубы... Есть вот разные виды аллергии на холод, есть это врожденная проблема, связанная с отсутствием или со снижением так называемых компонентов, комплиментов, но это очень тонкие нарушения иммунной системы, это действительно истинная холодовая аллергия, и это тяжелейшая ситуация, но есть препараты, которые используются и для оккупирования таких проблем. К счастью, что это заболевание, истинная холодовая аллергия, встречается не так часто. А нередко к проявлению вот холодовой аллергии приводят, и я уже об этом тоже говорила, приводят сопутствующие патологии. Всевозможная сопутствующая патология может провоцировать возникновение таких проявлений, как Вы сказали. А как-то лечить это все можно? В данном случае рекомендовала бы, понятно, что да, кстати, надо смотреть, если это только руки, возникают вот только руки, посмотрите, опять же, нет ли какого-то грибкового поражения кожи, потом, нет ли грибкового поражения ногтей, надо искать сопутствующую патологию, которая нередко приводит к всем этим проблемам. Ну и также смотрите, какой у Вас уход за кожей, то есть что Вы используете в быту, какие там кремы для рук, скажем, моющие средства там для... и так далее, потому что, ну вот это может тоже каким-то образом неблагоприятно влиять на это. Алена пишет, есть люди, у которых сильная аллергическая реакция на укусы пчел. Что делать, если вдруг кого-то рядом ужарило насекомое? Можно ли как-то осмельчить все эти утеки и прочие неприятности? Это тема действительно очень актуальная, и укусы насекомых, укусы пчел нередко, к сожалению, бывают и фатальными. Трудно, эта статистика, допустим, в Украине и во всем мире учитывается по-разному. Я знаю, что хороший учет этот в Соединенных Штатах этих случаев, то есть анофилоксии после укуса насекомых. Есть один хороший, скажем, положено, вот такой обнадеживающий для этих людей информация, это то, что в Украине с этого года тоже будет препарат такой, как автоинжектор и пенефрин. Во всем мире это средство номер один для тех людей, которые имеют выраженную инсектную аллергию, вплоть до анофилоксии. Человек сможет себе всегда ввести этот препарат самостоятельно, таким образом он спасет, скажем, себя от каких-то трагических обстоятельств. Что же можно делать еще, если реакция не так сильно выражена, хотя я вам скажу, предвидеть, какая будет реакция, сложно. Если у человека уже были подобные реакции, то иногда они могут быть понарастающие. То есть интенсивность, выраженность этой реакции может быть, не зависит от того, как был предыдущий, скажем, эпизод. Конечно, можно принять антигистаминные препараты с собой, иметь в аптечке, принимать антигистаминные, противоаллергические препараты сразу же. Используют местные топические стероиды, кремы, которые содержат противовоспалительный компонент. Но самое главное, это то, что я вам сказала. Таким людям надо иметь при себе, и даст бог в Украине скоро будет, эпинофрей. Тут Аня спрашивает, опять вернемся к началу. Пыльца каких растений чаще всего вызывают аллергии? Для Украины, вот для Киева, допустим, очень часто, по нашим наблюдениям, это пыльца березы. Пыльца березы, пищи, также луговые сорные травы, тимофеевка, лесохвост, райграсс. Вот эти вот растения, допустим, для Киева, для Украины, если Украина более южная, то и это амброзия. Но амброзии достаточно сейчас и везде. Для Украины наиболее актуально это пыльца березы. Она бывает очень агрессивная, она очень, ну, считается одной из самых, содержит очень агрессивные компоненты. Пыльца тимофеевки, пыльца райграсс в этих луговых травах. Считается наиболее агрессивной, чаще всего встречается. Вот которые актуальны вопросы, а будущим мамам, которые ждут, ну, ребёнка, ну, у которых есть какая-то аллергия, нужно как-то ли соблюдать диету и безопасно ли принимать какие-то лекарства? Это хорошие вопросы, правильные. Вот если, допустим, женщина готовится стать мамой, и она знает, что у неё есть аллергия к пыльце растений, то всё-таки, наверное, бы не рекомендовали ей заниматься вопросом, там, скажем, планировать свою беременность на тот период, когда у неё идёт обострение заболевания, аллергического заболевания. Потому что так или иначе ей придётся принимать противоаллергические препараты. Есть противоаллергические препараты, которые в случае выраженной аллергической реакции, в том числе и аллергического ринитета и бронхиальной астмы, рекомендуют беременным женщинам. Мой совет – всё-таки не планировать беременность на период обострения. И потом, вот опять же, вернёмся, всё-таки найдите время, прежде чем вы там займётесь пополнением вашей семьи, вот вы спокойно, благополучно миновали, допустим, период обострения вашего заболевания. Благодаря врачам обратитесь, пройдите опять же вот этот курс аллерговакцинации своевременно и займитесь тогда пополнением своей семьи. А если, ну, никто из родителей никогда не страдал аллергией, может она проявиться у ребёнка? Вот я уже говорила о том, что, в принципе, есть генетические исследования, которые могут, ну, скажем, мне абсолютно достоверно сказать, что может быть, а чего быть не может. Но, конечно, шансы, что ребёнок не будет страдать аллергией, если у мамы и папы аллергии не было, больше нет. Ну что, спасибо большое за ответы и пожелания для наших читателей. Пожелания для читателей следующие. Конечно, я желаю, как врач, желаю вам здоровья. Я хотела бы, чтобы вы ответственно относились к своему здоровью. Если уже возникает проявление любого заболевания, они вас действительно тревожат и беспокоят, займитесь своим здоровьем вовремя. И постарайтесь найти своего врача, найти врача-профессионала именно в этом направлении, которое даст вам, именно вам адекватные рекомендации. Спасибо.